Ежегодно 24 мая в России и во многих странах мира отмечается День славянской письменности и культуры. История праздника связана с памятью о создателях кириллицы, святых равнопостальных братьях Кирилле и Мефодии, благодаря которым славянские народы получили свой алфавит. На сцене Видновской детской школы искусств состоялся ставший уже традиционным концерт, приуроченный к этому дню. Такой патриотический праздник, который именно нужен нашим деткам, нужен городскому округу для того, чтобы развивать любовь к родине, любовь к малой родине. Как это принято в День славянской письменности, в концертной программе в основном выступления хоров. Мы же летим, мы же летим, выше в небо, ближе к солнцу, мы же хотим, мы же хотим стать частицей и с миром слиться. Особый колорит празднику придали фольклорные коллективы. Артисты в традиционных русских народных костюмах подарили отличное настроение всем гостям. На этой наречи девка плате мыла, январь, бюраль, мартапри, девка плате мыла. День славянской культуры и письменности, ну это же прямо наш праздник, наш, профессиональный практически. Мы подготовили многое лето, распев Долгородской области, споем акапелла. А в начале еще выступят девочки четвертого класса, фольклорный ансамбль «Незабудки», наши выпускницы. Для Ксении Путиловой, выпускницы по классу музыкального фольклора, это выступление стало итоговым. Почему выбрала именно это направление, Ксюша отвечает просто. Мне нравится петь народные песни, это прям очень классно. Вот, поэтому я сюда и пошла. Екатерина Лунгул учится в школе искусств поселка Володарского. В будущем собирается продолжить музыкальное образование и поступить в Гнесинское училище. Я очень хочу собрать свою группу. Вот, я мечтаю разъезжать по России и петь свои песни. Что меня привлекает в русской народной песне? Она необычная. Сейчас все поют по большей части эстраду. Вместе с юными артистами на сцене выступали и их преподаватели. Всего в праздничном концерте приняли участие более 50 воспитанников музыкальных школ муниципалитета. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.